Маленький катамаранчик Сапкат. Сапкат совмещает в себе идею Сапа, именно его идеологию, и безопасность, и остойчивость катамаранов. Все знают, чтобы научиться падлбордингу, нужно достаточно много тренироваться и научиться этому. Наш же Сапкат более остойчив, так как имеет катамаранное строение. Я, например, совершенно не умею кататься на Сапе, и поэтому особенно интересно, получится ли у меня удержаться на нашем Сапкате стоя. Как вы видите, жесткое днище не прогибается под моим весом, оно находится достаточно высоко над водой, что и есть положительным моментом, и отрицательным. Отрицательным, конечно, то, что центр тяжести находится выше поверхности воды. Но из положительного нужно добавить, что это очень хорошо в холодную пору года. То есть ноги можно держать не только в носках, допустим, а и в обуви, не боясь промочить ноги. И таким образом мы захватываем больше временной. У нас нету понятия межсезонья. Ну вот сейчас мы попробуем поставить самый простой стульчик. Благодаря нескользящему покрытию, я уверен, что он никуда не съедет. И это абсолютно безопасно. Конечно, лучше прикрутить стульчик какими-то болтами. Тем более есть специализированные кресла для рыбалки, которые намного удобнее. Но даже в таком вот простом бюджетном варианте мы посмотрим, насколько это удобно. Управляться будем обычным байдарочным веслом, что тоже достаточно удобно, потому что по соотношению ширины и высоты это практически вы как на каяке находитесь. Даже не как на байдарке, а именно как на каяке. Но вы находитесь над водой, что очень хорошо в холодное время года. Соответственно, нету контакта с водой. Вы не будете всегда сухими. И еще раз повторюсь, что наш Сапкат очень хорошо пролазит по заросшим местам. Благодаря тому, что днище не касается поверхности воды. Он залазит в такие дебри, там где обычным лодкам делать вообще нечего. На передний шпангоут можно прикрутить несколько держателей удилища. Можно поставить и эхолот, и крепление для датчика эхолота. Можно закрепить вещи на рундучках. Ну, в общем, вот такой вот универсальный маленький катамаранчик, который подойдет для рыбалки. Который подойдет и для занятий активным, как говорится, отдыхом. То есть, для гриб леса веслом. Если кому-то это неудобно, можно обычным байдарочным веслом. Ну, во всяком случае, он очень легкий, очень маневренный. Пролазит во все места. Поэтому, если вы выезжаете куда-то на природу, и у вас в багажнике лежит такое плавсредство, оно подарит вам много удовольствия. Это факт. Еще нужно сказать, что грузоподъемность у нашего Сапката достаточно большая, до 200 килограмм. Поэтому, если вы весите 100 килограмм, вы сможете наловить еще сотню килограмм рыбки и спокойно добраться до берега. Поэтому Сапкат позволяет очень многое. Да, конечно, надо понимать, что вы находитесь над водой. Поэтому, чтобы не совершить кульбит, нужно, чем ниже вы будете сидеть, тем устойчивее, тем меньше вероятности перевернуться. Но при небольших навыках вы будете очень вольготно себя чувствовать. Итак, мы можем подвести определенные итоги. Все-таки мы выяснили, что наш Сапкат можно использовать как Сап. Также его можно и нужно использовать для рыбалки в труднодоступных местах. И также он просто дарит удовольствие для детей, как развлекательное средство. И поэтому, выезжая на природу, к воде, не составляет труда кинуть его в багажник автомобиля. И дальше, смотря, что вы хотите. Рыбачить, пожалуйста. Позаниматься спортом, пожалуйста. Поразвлекаться, получить удовольствие. Тоже масса удовольствия будет. Поэтому, как говорится, мини-катамаранчик на все случаи жизни. Спасибо всем за внимание.